В российском законодательстве в связи с текущей ситуацией в мире вынуждены оперативные меры. Изменилась система продажи лекарств. Про новый алгоритм мы узнаем у нашего гостя, депутата Госдумы Владимира Бурматова. Владимир Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Владимир Владимирович. Ну, горожане столкнулись с такой проблемой, что приходят в аптеку, а масок нет. Или, например, приходят в аптеку, и они там втридорога. Вот, например, вчера я пришла в аптеку, и знаете, что мне сказали? Сколько стоит маска? Тысячу рублей. Вот мне сказали, одна маска, тысяча рублей. Я смотрю на девушку, думаю, вы ли случайно не ошиблись ноликом? Там она говорит, нет-нет, у нас сейчас поставщики такие цены задрали. Что делать, и где найти маски, и вообще зафиксируется ли как-то стоимость нормальной? Ну, во-первых, вот то, что сейчас происходит, называется спекуляция. Причем такая очень циничная спекуляция. Розничная цена маски, она там не должна превышать 5-10 рублей. Учитывая, что через 2 часа ее надо выкинуть, и она станет для вас бесполезной. Та цена, которую вы назвали, ну, она просто запредельная. Наживаются на вот этом ажиотажном спросе, что называется. Это первое. Второе. Мы дали сейчас право правительству замораживать цены на лекарственные препараты и медицинские изделия в случае наступления чрезвычайной ситуации. То есть если вот у нас по коронавирусу будут объявлены не меры повышенной готовности, а ЧАЭС, правительство имеет право ввести заморозку цен, потому что сейчас же цены скакнули не только на маски. Да, но еще и на туалетную бумагу. Они скакнули на антивирусные препараты, они скакнули на целый вид лекарств, ну, и просто элементарный там антисептик для рук в аптеке. Ну, в принципе, сейчас невозможно купить. Вот. Это первая позиция, которую мы определили в законодательстве вот буквально на прошлой неделе. Мы приняли уже в трех чтениях. То есть это все, это закон. У правительства есть право заморозки. Вторая история, она связана с тем, что сейчас рекомендовано всем больше времени проводить дома и избегать вот людных мест и скоплений людей. Особенно это касается людей старшего поколения, для которых лекарства как раз наиболее необходимы. Поэтому мы сейчас ввели возможность дистанционной покупки лекарств через интернет и доставки курьерской службой, хотя раньше это должны были делать только люди с фармацевтическим образованием. Сейчас, чтобы люди не толпились в аптеках, мы дали возможность. Через интернет заказал, тебе курьер привезет это. Но пока мы это приняли в двух чтениях только для безрецептурных средств. Но, к сожалению, ситуация такова, что людям надо так и лекарства по рецепту заказывать. Поэтому мы сейчас этот закон вернули во второе чтение. И я рассчитываю, что на следующей неделе мы уже поправками примем и доставку рецептурных препаратов. Но возникает всегда вопрос, а если это курьерская доставка, подделку не привезут? Да, что делать с подделками? Это самый главный вопрос, контрафакт. Сейчас очень много фальсификата, и причем стараются подделывать как раз те препараты, которые наиболее необходимы и пользуются не то, что повышенным, а ажиотажным спросом. Вот маску не подделаешь, маска, она и есть маска, ее можно при желании сделать из подручных материалов. Значит, вот что важно. Сейчас, например, там те же антивирусники, антивирусные препараты, их активно начали подделывать, в том числе продавая через интернет. Поэтому нам пришлось вводить дополнительную ответственность, это штраф до 6 миллионов рублей, либо срок уголовной ответственности, то есть это лишение свободы до 6 лет для тех, кто занимается подделкой лекарственных препаратов. Для того, чтобы обезопасить наших граждан вот в этой вот ситуации. 6 миллионов рублей, либо 6 лет. Вот вообще все логично. Мы согласны. И поддерживаем вас. И советуем всем нашим телезрителям не попадаться ни в коем случае, не попадать в такие ситуации. Большое спасибо Владимиру Бурматову, депутату Государственной Думы. Он нам сегодня подсказал, да, про кулачки, что нужно теперь не пожимать руки-то.